здравствуйте дорогие друзья мои подписчики и гости моего канала сегодня я открываю новую тему на канале эта тема об искусственных водоемах их обитателях рыбках жабках улитках и живности а также о водных растениях мой был построен в этом году в июне 2017 года на месте моего хоздвора здесь находились две компостные кучи и две сливные ямы которые находятся до сих здесь и вот на месте этого хоздвора получилась вот такая красота просто райский уголок всю лишнюю землю образовалась по огороду и частично насыпала на сливные ямы и на них образовались красивые клумбочки которые я засадила цветочками и величина этого пруда составляет 3 на 4 метра он имеет такую неправильную овальную полукруглую форму рядом с прудом находится биоперта это такая система для естественной очистки воды и биоплата разделяет мостик вот сейчас вы видите отражение этого мостика в воде и построен этот мостик из обыкновенных сосновых досок которые ничем не обработаны потому что яды которые будут смываться водой и поправить в пруд могут бить рыбу а вот лягушонок сидит на листике кувшинки это уже новый приплод появился у моих двух жабок которые привез мой племянник из настоящего пруда который находится недалеко от моего дома весь пуд имеет глубину один метр двадцать сантиметров а по поведении находится углубление где должна зимовать рыбка на 20 сантиметров на 20 или на 30 глубже примерно полтора метра и с одной стороны по периметру находятся две терраски одна терраса глубиной 35 сантиметров для мелководных растений и вторая терраса глубина ее 60 сантиметров для более глубоководных растений и на этой терраски будут зимовать мои нимфеи в самом начале когда пуд был уже заполнен водой примерно на третий день когда водичка немножко прогрелась я запустила туда купленных рыбок 4 карп ой и я путь и карпы и два японских карася они красного цвета карпы кой и они оранжевые черными пятнышками черными белыми пятнышками очень красивые и этого племянник привез с настоящего который находится недалеко от моего дома 2 жабок 2 литра воды чтобы вылить ее в пруд чтобы здесь образовалась естественная микрофлора и немножко водорослей и 6 и некоторого времени на через три недели мы увидели что в пруду плавают мальки рыбок серенькие такие рыбки похожи на обычных карасей очевидно водорослях находилась икра и через какое-то время появились эти мальки и двух лягушек привез и вот от них уже получился приплод вот маленький лягушонок это уже детеныш моих лягушек все они разного цвета получились полосатенькие серенькие и однотонные просто рябенькие очень красивые и какую они музыку издают вот очень красиво поют песенки особенно по вечерам а ночью они спят и никому спать не мешают сейчас вы увидите окошко вот в доме оно у меня как телевизор из этого окошка очень хорошо виден пруд вот он находится совсем рядом с домом и видны все его обитатели жабки и рыбки и они не боятся когда я смотрю в окно и занимаются своими делами а если близко на улице пруду подходишь что рыбки и жабки начинают убегать прятаться поглубже в воду ну а сейчас перейдем непосредственно к растениям которые я посадила в пруду и биоплата вот вы сейчас как раз видите биоплата первым делом племянник накопал в местном пруду рогоз узколистный и частуху подорожниковую красивое такое растение с большими листьями похожими на подать на листья подорожника с такими прожилками цветет это растение мелкими розово-белыми цветочками я нашла в интернете сайт товарища который живет недалеко он занимается водными растениями выращивает карпов кои и я с ним созвонилась и поехала к нему за покупками привезла я от него рогоз узколистный пантедерию вахту трехлистную хаутюнию калужницу аир варигатный и еще купила две немфеи блэк принцесс темно красная она у меня еще не цвела в этом году не успела до холодов зацвести и немфея альбида которая у меня цвела два раза это белая красивая изящная немфея дальше я покажу фотографии этих немфей видео как-то снять не получилось есть только фото а вот это вы видите перед собой называется пистия водный салат красивейшие растения с такими большими круглыми листьями размножается очень быстро и здесь же рядом вот растет тоже плавающие растения водный гиацинт и хорния она очень красиво цветет тоже покажу дальше фотографию а вот эти мелкие растения вот их много-много на всей поверхности воды это азола каролинская тоже плавающие растения корешки у нее длиной примерно три сантиметра и она похожа на рязку только листики более такие очень красивые и называют даже папоротником водным папоротником все эти растения приносят большую пользу они помимо своей декоративности очищают воду вода встает цвести потому что они азотом поглощают из воды азот который необходим для питания нитчатых водорослей из-за которых вода цветет и водоросли не размножаются или погибают и вода не цветет вода все время прозрачная и из пруда пьют воду мои животные кошки мои и собачка подходят и пьют воду к сожалению эти плавающие водные растения и хорния пистия азола они в нашем климате не могут зимовать они погибают и чтобы их сохранить нужно отапливаемая теплица зимой повышенная температура повышенное освещение и тогда их можно сохранить ну а мне придется весной купить новые экземпляры и эти растения очень быстро размножаются и поэтому проблем не будет наоборот даже проблема может быть в том что эти 2 месяца могут быть всю водную гладь и тогда их придется отлавливать и выбрасывать но выбрасывать их нужно не просто куда-нибудь она компостную кучу и благодаря тому что они содержат много азота ваш компост и мой компост обогатиться азотом вот это уже конец лета уже все вот эти мои растения настолько размножились что занимают чуть ли не треть площади водоема вот сейчас вы видите нимфеи это нимфея без названия мне подарили вторая нимфея это альбида купленная у саши белошапка и вот эта третья желтая из магазина и садового центра без названия и вот опять водная гладь покрытая моими тропическими растениями их родина тропические области африки поэтому они такие теплолюбивые сейчас я готовлюсь уже к зиме и обрезала листья у нимфей и спрятала их на террасу там где глубина 60 сантиметров на такой глубине они хорошо перезимуют а и хорния как я сказала и все вот эти мои плавающие водные растения у которых корни плавают без грунта грунт им не нужен они погибнут и сейчас вы увидите фотографию и хорнии вот моя красавица и хорния тоже на следующий год приобрету новый экземпляр вот мы видим рыбок плавающих первые рыбки которые я приобретала они уже достигли в длину сантиметров по 20 а были 5-6 сантиметров длиной очень хорошо выросли и вот эти речные карасики тоже выросли теперь их длина примерно 4-5 сантиметров я их кормлю специальным кормом немецким который содержит в себе все полезные вещества для рыб протеины витамины это вот собралась цвести альбидо еще раз это хаутюния хаутюнию на зиму нужно ставить в погреб в воде она не зимует также подготовка к зиме еще заключается в том что нужно отцать верхнюю часть растений которые остаются зимовать в контейнерах например или в биоплата зимой когда начнутся уже сильные морозы и вода начнет замерзать в пупу то нужно обязательно оставить незамерзающую пупу и теперь ставить туда трубу чтобы к рыбкам поступал кислород иначе рыба погибнет и вот сегодня 11 октября уже заморозки и рыба стала плохо кушать очень много остается корма я их кормлю сейчас через день а то и через два и когда я положу к террасе на которую насыпаю немножко крупы видно что они все не поедают кому было интересно это видео пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал в следующем своем видео я покажу вам и расскажу на своем примере что такое биоплата как его построить какие материалы для этого нужны какие растения можно подводить биоплата и как он справляется с очисткой воды чтобы танец вела не поливалась мелкими зелеными нитчатыми водорослями с вами была тала хухрянская до следующей встречи на моем канале всем пока спасибо большое за просмотр и за подписку на мой канал вела а власть а и и и и и и Продолжение следует...